В эфире Слудск ТВ главный информационный проект «Время новостей» в студии Анастасия Жигальская. Здравствуйте! И в ближайшее время я расскажу вам о самых главных событиях нашего региона. Слудские хлеборобы преодолели заветный рубеж в 100 тысяч тонн зерна при урожайности 48 центнеров с гектара. С этим знаменательным событием председатель Слудского районного исполнительного комитета Владимир Гога поздравил начальника управления по сельскому хозяйству и продовольству Владимира Крыжановского, начальника отдела производства продукции растениеводства и животноводства управления по сельскому хозяйству и продовольству Марину Прокопович и заведующего сектором механизации управления по сельскому хозяйству и продовольству Сергея Савицкого. Несмотря на капризную погоду, агрария Случины планирует получить к концу уборочную около 165 тысяч тонн зерна. А это плюс 15 тысяч тонн к прошлому году. Каждое второе воскресенье августа все строители традиционно отмечают свой профессиональный праздник в преддверии Дня строителя. В Слуцке прошел не только праздничный концерт, но и конкурс профессионального мастерства. Подробности узнавала ученица нашей школы ТВ Полина Христа. 12 августа в Дворце молодежи прошел концерт по случаю праздника Дня строителя. Хорошему строителю везде он нас почет, такому можно все вокруг доверить. Пусть даже фурс-мажор он никогда не подведет, любую стройку доведет Дозелик. Хорошему строителю все беды не почет, ведь даже в кризис крыша всем нужна. И он подставит бизнесу надежное плечо, и все невзгоди переждет страна. Постройкам изучать, по равным географию построить мы должны на юрбиках. Что тенпы наших стройков гоняли демократию, и качество, что было на веках. И качество, что было на веках. Председатель Слудского районного исполнительного комитета Владимир Гога сказал слова благодарности и отметил лучших из лучших в строительной сфере. От имени Слудского районного исполнительного комитета поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя. Во все времена наша мирная и созидательная профессия пользовалась почетом и уважением. Ведь там, где активно идет строительство, всегда есть развитие и перспективы. Каждый год время предъявляет нам новые требования, но постоянным и неизменным остается одно – понимание огромной ответственности перед будущим. Быть строителем – значит быть причастным к большому и важному труду, который нацелен на создание положительного имиджа нашего государства. И в том, что Беларусь приобрела облик настоящей европейской страны – огромная заслуга строителей. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений. Спасибо за добрый и благородный труд. Елена Николаевна Маркушевская, начальник производства планового отдела дочернего строительного унитарного предприятия. Передвижная механизированная колонна номер 226. Евгению Николаевичу Филипенко, монтажнику строительных конструкций. Четвертого разряда дочернего строительного унитарного предприятия. Передвижная механизированная колонна номер 225. Ко дню строителя профсоюз работников агропромышленного комплекса организовал конкурс мастерства среди строительных организаций. Они сделали 11 разных по дизайну скамеек, которые потом подарили городу. Их установили вдоль аллеи дружбы за Домом культуры. Александр Харевич, зампредседателя по архитектуре и строительству, вручил награды в конкурсе мастерства. Первое место заняла передвижная механизированная колонна номер 225. Артисты и коллективы Дворца молодежи подготовили концерт для гостей праздника. ПЕСНЮ И ДОЛЬЮ 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 12 августа председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Житков представил коллективу ОАО «Слуцкий сахарафинадный комбинат» нового генерального директора предприятия «Виталия Марковца». Ранее Виталий трудился на предприятии в должности заместителя директора по коммерческим вопросам. СПОРТ ПЕСНЮ И ДОЛЬЮ 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 ПЕСНЮ ПЕСНЮ И ДОЛЬЮ ПЕСНЮ И ДОЛЬЮ ПЕСНЮ И ДОЛЬЮ ПЕСНЮ И ДОЛЬЮ ПО НОВЫЙ ПЛОЩАДКЦ Но только там в баскетбол можно играть. В волейбол можно здесь играть, хотя там тоже сетки натянули вчера. Я планирую здесь поиграть в теннис. Мы долго ждали эту площадку. Мы здесь будем играть в футбол, в баскетбол, в волейбол. Больше всего мы любим здесь гулять в футбол. Я хочу поблагодарить всех строителей, которые строили эту площадку, которые очень сильно старались только для нас, чтобы нам тут было хорошо, чтобы нам было комфортно, чтобы мы были все рады, чтобы нам было весело. Мне нравится эта площадка. Она очень крутая, классная, прикольная. Тут есть все, о чем может мечтать любой ребенок. Подобные комплексы планируется построить не только в новых микрорайонах, но и в тех, где сегодня проживает большое количество населения. Поэтому, случайно, занимайтесь спортом, прививайте полезные привычки своим детям, но и берегите то, что для нас создают. А у нас в квартире газ. А у вас? Инспекторы госэнергогазнадзора рассказали, почему категорически запрещено замуровывать вентиляцию на кухне. Какая самая частая серьезная ошибка при ремонте на кухне, которая может стоить не только здоровья, но и отключение газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения? За ответом мы обратились к инспектору госэнергогазнадзора. В нашей практике нередко устанавливаются факты препятствия работе при точно вытяжной вентиляции в квартирах и домах. Вентиляция в кухне, где установлена газовая плита, может быть первая с естественным побуждением, либо комбинированная, естественная и принудительная. На основании ТКП-629 технической эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов жилых домов не допускается заклеивание, завешивание мебелью, затруднение доступа к вентиляционным решеткам, врезка гофры или труб от вытяжек над газовой плитой с перекрытием более 50% приемного отверстия вентиляционного канала. Чаще всего в газифицированных домах устанавливают четырехкамфорные плиты. Для них воздухообмен должен быть не менее 90 метров кубических час. Правилами пользования газом быту запрещено препятствовать работе системы вентиляции и системы дымоудаления. В процессе работы газовая плита в огромных количествах выделяет угарный и углекислый газ. Открывать окно для проветривания малоэффективно, так как конвенция воздуха при отсутствующей вытяжке минимальна. Газоснабжающая организация при получении информации о неисправности системы вентиляции или дымоудаления обязана немедленно отключить газоиспользующее оборудование от системы газоснабжения. Помните, соблюдение простых правил пользования газом в быту – залог сохранения жизни и здоровья для вас и ваших близких. Каждый житель Слудской не только знает, что такое слудские пояса, но не каждый был на фабрике и в музее знаменитых на весь мир слудских поясов. Сегодня наша выпускница Школы ТВ расскажет вам, чем же уникальна наша слудская фабрика. Слудские пояса – это символ не только слудчины, но и Беларуси. Сегодня мы подробнее узнаем о слудском поясе. Знаменитая слудская пояса – одна из национальных реликвий беларусов. Прекрасный образец декоративно-прикладного искусства, ставший не только историческим культурным символом, но и современным брендом Беларуси. Здравствуйте! Вот мне стало интересно, из чего состоят пояса? Наши пояса состоят из головы, их две в поясе, и середняка. И самый главный элемент – это метка, на которой написано. Либо это слудск, либо созданная в слудске, либо Ян Мажарский. А как у вас ткут пояса? Пояса у нас ткут сейчас – это автоматизированный процесс. Когда-то это был ручной процесс. Старину ткали вручную с серебряными, золотыми и шелковыми лицами. В данный момент, на сегодняшний день, в 2012 году, была утверждена программа по указу президента, в которой говорилось возродить производство слудских поясов. Был воссоздан станок, он единственный в мире, вот этот вот станок, он единственный в мире, на котором сейчас мы жгем слудские пояса. А сколько у вас стоит самый дорогой пояс? Самый дорогой пояс у нас от 8 тысяч до 10 тысяч. Это зависит от состава. Если там нет золотых серебряных нитей, мы, бывает, заменяем такой нитью, как метанит, он может стоить 8 тысяч. Если в состав входит золото или серебро, доходит до 10 тысяч. Дороговато. Да, не дешевое удовольствие, да. Сегодня старинная слудская пояса ренитет. В Беларуси хранятся дирижные экземпляры и фрагменты, а большая часть произведений национального декоративного прикладного искусства находятся в музейных и частных коллекциях мира. Слудский пояс – элемент мужского костюма Великого княжества Литовского. Считался признаком благородного происхождения, и его наличие указывало на благосостояние владельца. Наименование происходит от названия города Слудск в Беларуси. Мода на такие пояса пришла к нам из земель Персии еще в 16-17 веках. И изначально их могли носить только мужчины и только высшего сословия, подчеркивая тем самым свой статус. Обращаю внимание на документальные снимки. Пояса были от 2,5 метров до 5 метров длиной и от 30 сантиметров до 50 сантиметров шириной. И каждое изделие имело не менее 65 граммов золота, либо серебра, в зависимости от модели. Ну и до 200 иногда доходило. И для изготовления одного пояса в то время уходило не менее полугода. То есть ткачи, ткачами были только мужчины, и они вот работали полгода для того, чтобы создать одно изделие. Слудский пояс основал в 1758 году Михаил Казимир Радивилл, великий гетман литовский. Как здорово, что у нас есть такая возможность практически прикоснуться к истории нашей любимой страны. На базе средней школы номер 5 города Слудска с нового учебного года открывают спортивный класс по гандболу. Гандбол – это командный игровой вид спорта. Цель – забросить как можно больше мячей в ворота соперника. В Слудской специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва активно развивается это направление. Принято решение даже специализированный класс сформировать. Значит, у нас в этом учебном году открывается спортивный класс на базе пятой школы. Спортивный класс подразумевает под собой всех спортсменов в одном месте. Это могут быть в одном виде спорта, либо в разных видах спорта. То есть они в школе учатся по определенному расписанию. У них свое расписание, свой тренировочный процесс. То есть они всегда постоянно вместе. Это очень важно для командных видов спорта, так как их нужно всех сплотить и собрать вместе. Но так как у нас присутствуют разные смены в школах, нашим тренерам очень тяжело собрать детей и качественно провести тренировку со всеми вместе, чтобы они знали друг друга, понимали друг друга. Руководство пятой школы поддержало инициативу старшего тренера по гонгболу Екатерины Мазай. Классы будут сформированы от 15 человек. Акцент на учебу в любом случае. К примеру этому пловцы из 10-й школы. Спортивный класс, конечно, нужен еще для того, чтобы, хотелось бы, показать какие-то результаты, ездить на соревнования. Для детей это очень важно, интересно. Для них это какой-то опыт самостоятельной жизни, можно сказать. То, что жить вдали от родителей, там, целую неделю, для них это приключение. На отделении гонгбола на данный момент проходит тренировочный процесс 231 учащихся, пять тренеров-преподавателей мужского и женского отделения. Из них один молодой специалист. В спортивной школе я работаю целый год. В 2013 году меня зачислили спортивный класс по гонгболу. Но поступило предложение поступить на ранг выше в училище Олимпийского резерва. Когда я уехала в город Гродно, там была сформирована сборная Беларуси 98-99 годов рождения девушки. Ну, естественно, там я осталась. А спортивный класс для девчонок – это отличная возможность. Это ступенька в будущее. На будущее я хочу открыть спортивный класс на базе слугской школы для мальчишек. Ну, я занимаюсь год. Я пошла по маминым стопам, мама тоже занималась. И я решила тоже начать заниматься. Вот. И с 1 сентября я иду в спортивный класс. Я хочу пойти в спортивный класс, потому что хочу достичь новых целей и стать сильнее. Меня зовут Екатерина Михайловская. Я занимаюсь гонгболом уже 4 года. Мне стало интересно от моего дяди. Он занимался где-то год. И мне очень захотелось тренироваться по гонгболу. И я пойду в сентябре в спортивный класс. Потому что мне хочется заниматься гонгболом и хочется оставаться сильной и подвижной. Меня зовут Сверидова София. Я занимаюсь гонгболом 1 год. Точнее, уже начинается год. И как я сюда пришла, эта история длинная. Я началась занималась теннисом, но из-за условий, что в школе, то есть вторая смена, я не смогла успевать. А я без спорта не могла. И вот я решила записаться на гонгбол, когда переехала к брату на соревнования. Потом я узнала, что мой папа тоже ходил в гонгбол. Мне очень нравится им заниматься. И с 1 сентября я пойду в спортивный класс. Потому что я хочу достичь большего и попасть в училище Олимпийского резерва. Тут важно помнить, что звездами спорта становятся те, кто выкладывается в своем деле на тысячу процентов. На одних природных физических данных тут выехать не получится. Мы хотим обратиться к родителям данных спортсменов, чтобы они не боялись отдавать детей в данный спортивный класс, так как это никак не повлияет учебному процессу, не повлияет тренировкам. Мы будем, наоборот, в курсе, если даже захотят пропустить, мы будем в курсе всех событий в школе у спортсменов. По учебе они не съедут, у них правильно будет организован день. Уроки в определенное время, тренировки в определенное время, домашние дела, то также в определенное время. Будущее наших детей в наших руках. И тут важно вовремя принять важное решение. Для чего вам интернет? С таким вопросом на улицы города вышла Арина Байчук. Всем приветик! Сегодня без интернета невозможно представить свою жизнь. И мы вышли на улицы города, чтобы спросить случайно, для чего им интернет. А я интернетом не пользуюсь. Вообще? Вообще. Сын, жена пользуется, я не пользуюсь. Чтобы смотреть в гугл и играть. Все? Да. Чтобы играть в играх? Не знаю. Мне для общения. Все? Да. Чтобы звонить. Ютуб может смотреть? Да. Да. А что вы там можете в ютубе смотреть? Не знаю, я всякие обучения смотрю. Интернет. Для общения. Новости узнавать самые свежие. Ну вот так. Для развлечений. Провождение времени. Для общения. Чтобы узнавать новую информацию. А теперь? Ну то же самое, думаю. Больше возможностей становится. Ютуб, вас смотрим. Ну много еще. Четыре смотрите? Нет. Да. Не обманывай. Нет, я не смотрю. По приколу. То же самое. По приколу. Это в ТикТок? Нет. Санна. Для жизни. Кто-то расскажет, для чего тебе это надо? Не знаю. Для Инстаграма, наверное. Ты идешь в Инстаграме? Сколько тебе там подписчиков? Я не знаю. Не знаешь? Нет. А тебе зачем? Ну, играть в игры. Какие игры ты играешь? Бравл Старс, Майнкрафт. Вообще не пользуюсь? Вообще. Вот только смартфон. А для чего вы? Интернет. Интернет мне нужен для того, чтобы узнавать информацию важную и рассказывать нашим зрителям. А еще работы там тоже нет. Нет. А вам зачем Интернет? А мне, чтобы следить за своим Инстаграмом и лайкать новые видео с СТВ. Да, и поэтому это просто лайкайте. Сахарники с волками 6 августа в Слуцке открыли программу выступлений клубов в Минской области во втором круге высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. В 16-м туре парни Александра Бразеевича дома проиграли футболистам Артема Радькова со счетом 2-4. У волков мрачные воспоминания о прошлой встрече с Сахарными. В первом туре текущего чемпионата 19 марта Ислач потерпела домашнее поражение от Слуцка со счетом 1-2. Но футбол привлекательный непредсказуемостью. Кто-нибудь тогда мог в марте предположить, что по итогам первого круга волки будут одним из лидеров чемпионата. А ведь так оно и случилось. Случане, имея в активе 18 баллов, занимали 11-ю строчку табеля о рангах. Виктория над Ислачу позволяла подняться на 9-е место. Отчетный поединок рассудили бригады арбитров во главе с главным рефери из Минска Сергеем Чистовым. Первый тайм. Потоцкий забивает невероятный гол, голевой выстрел Леоновича тоже ничего. Случане с первых секунд понеслись вперед и сразу создали остроту у ворот кипера Волков Сергея Игнатовича. Однако защитники Ислачи смогли ликвидировать угрозу в виде верхового заброса. Второй тайм. Волкам настолько нравится забивать, что они отправляют мяч в свои ворота. На первой компенсированной к основному времени матче минуте габонский полузащитник Слуцка Жереми Мусанга точным ударом слева полуфланга в правый от Игнатовича угол ставит точку в этом матче. Слуцк-Ислач 2-4. Воскресенье в Слуцке состоится третий этап Слуцкого дрифта. Близкие парни заезды, дрифт-такси, выставка редких автомобилей, шоу мотостанта, вкусная еда, кофе и многое другое. Это будут жаркие выходные. Кстати, мы дарим билеты в нашем инстаграм. Принимайте участие. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 субтитры делал DimaTorzok Сначала была акробатика, потом неудачное приземление и стал клоуном. После приобрел первую зверушку, начал пытаться дрессировать, ну и вот сейчас уже занялись крокодилом. Тяжелая ли вообще работа в цирке и как человек, который работает в цирке, есть ли у вас личная жизнь? Ну, насчет тяжелой работы, многие говорят, а что там в цирке работать? Вышел на сцену, попрыгал и все. На самом деле, может, оно так и есть, но все остальное – это подготовка, занятия, тренировки. Это все очень-очень много сил и энергии. Чтобы поставить цирковой номер, это надо ни день, ни два, ни месяц. Это долгие тренировки. Если гимнастика – это растяжки, если это акробатика – это прыжки, это все очень-очень сложно. По поводу работы, эта работа мне нравится, когда работа нравится, она не будет для человека сложной. Ну, это, конечно. Да. Поэтому новые города, новые лица, постоянное общение с детьми. Детей я очень люблю. У меня у самого есть два ребенка. Одному 14, второму 2 годика. Также мы задали парочку вопросов другим работникам цирка. Вот я люблю цирк из-за того, что мне мама всегда после выступлений покупала подарки. А за что вы любите цирк? Я цирк люблю из-за того, что тут можно посмотреть самые необычные номера. Воздушные, акробатику. Наверное, акробаты для меня самый любимый вид деятельности в цирке. И я их люблю намного больше, чем животных. А сейчас мы узнаем, какие эмоции испытывают циркачи, а именно гимнастки на выступлении. Ощущения самые непередаваемые. Ты выходишь дарить радость людям, и от этого получаешь удовольствие. И ты для этого работаешь всю жизнь, чтобы дарить счастье и радость людям. Какой номер вы исполняете в программе «Цирка Олимпия»? Я вообще работаю много номеров, но именно тут я буду летать в воздухе и крутить в плохую пыль. Зачастую артисты цирка многофункциональны, работают в нескольких местах и в разных жанрах. Наступаем также на городских мероприятиях. Разные концерты, юбилеи, праздники, свадьбы нас приглашают. Городские мероприятия, другие цирки, лагеря ездим, санатории. Гастролируем по Белоруссии и по всему миру. Легкое исполнение трюков и мартируемая Елена Симовая! Давно хотелось узнать, сложно ли быть дрессировщиком экзотических животных. Об этом мы и узнаем от одного из представителей «Цирка Олимпия». Здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. А чем вы занимаетесь на протяжении своей жизни? Ой, на протяжении всей своей жизни я занимаюсь только искусством. Работаю в цирке, работала на телевидении и в итоге все равно осталась в цирке. А что именно вы делаете в цирке? Ой, в цирке очень многожанровая у меня работа. Я начинала как воздушная гимнастка, хула-хупы, работала в музыкальном аттракционе, где нас учили петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Осваивали все жанры. Ну, потом определилась, определилась, работала воздушной гимнасткой, номер с хула-хупами сейчас. Иллюзия, дрессировщица экзотических животных, мыльные пузыри. Ну, в общем-то, за счет того, что уже давно работаю в цирке, могу и владею многими жанрами. А насколько тяжело научиться иллюзии? Иллюзии, вы знаете, тяжело. Потому что тяжело в каком плане, что когда я, допустим, работала в воздух, я лезу наверх, я должна быть уверена в своих силах, в своих руках. Но когда работаешь с иллюзией, то есть глаза должны выражать одно, руки делать совершенно другое и быть немножечко таким шулером. Поэтому должно быть где-то маленькие фишечки, такие отвлекающие моменты. Вот это вот сложно. Сложно быть и со зрителем, и что-то еще делать. Но в целом это уже потом все нарабатывает. Элементарная, да, вот такая вот она вот так вот крутится. Все вот так вот берем и натягиваем. Подуй. Подуй. Ладно. А ну-ка, подуй еще раз. Давай-давай-давай-давай. Это Зайс. Но мы отошли от темы директировки экзотических животных. Поэтому вернемся к ней. Я еще слышал про экзотических животных. Насколько они привередливы? Вы знаете, чем экзотичнее животное, тем легче оно в содержании. Чем экзотичнее? Да, чем экзотичнее животное, тем легче оно в содержании. Вот. Но в дрессуре, конечно, проблемы есть. Потому что это не котик, не собачка, которую не позовешь, не погладишь. На лакомство, на прикорм она не идет. А вот какие, например, вы дрессировали экзотических животных? Ой, ну вот были у нас попугаи, удавы, питоны. Вот это все. Мы работаем сейчас в основном со змеями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Цирк небольшой и очень приятный. Зритель у вас тоже очень хороший. Мы всегда, я работаю практически первым номером. И когда выхожу, то есть у нас сначала выходит коверный, потом выхожу я. И когда я слышу реакцию зрителей, очень приятно. То есть мы с ним сразу переглядываемся, как зритель. Он показывает классный. Все, я уже выхожу, я уже купаюсь во всем вот в этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас традиционная погода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов тепла. На этом наш выпуск завершен. Напоминаем, будьте активными в наших социальных сетях YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм. И присылайте нам ваши интересные новости. Давайте сделаем телевидение нашего города лучше вместе. Редактор субтитров А.Семкин